О строительстве новых школ в Петрозаводске активно заговорили в январе, когда некоторые родители Древлянки и Куковки поняли, что в школы своих микрорайонов не попадают. Мест не хватает, дома строят, а школы нет. Самая молодая, 48-я школа, была построена 23 года назад. Сейчас в Министерстве образования Республики разработаны два проекта новых образовательных учреждений. Один проект современный, хороший очень проект сельской школы на 330 мест и проект городской школы на 1200 мест. Мы надеемся, что в октябре эти проекты будут включены в федеральный реестр типовых проектов и соответственно у нас появится возможность участвовать в федеральной программе. Если Карелия попадет в программу, сельская школа будет построена в Ледмазере. С 2012 года средняя школа там не функционирует. Аварийное здание разобрано. Уже очистили участок под застройку. Всех учеников разместили в здании начальной школы. В Карелии 1 сентября откроются все общеобразовательные учреждения, заявил министр. Ремонтные работы, которые не удалось завершить в срок, будут вестись параллельно с учебным процессом. Это ждет, к примеру, учеников школы в поселке Ладововетка. Школа в поселке Ладововетка откроется 1 сентября. Строительные и ремонтные работы будут продолжаться. Это в основном школы, которые участвуют в федеральной программе ремонта спортивных залов в сельских школах. Безопасность учеников при этом будет обеспечена, заверил Александр Морозов. Дискомфорт от ремонта будет, но это ничто по сравнению с туалетом на улице. Кстати, таких к 1 сентября в республике не должно быть. Проблему с удобствами за три года удалось решить, заявил министр. Юлия Кучеренко, Иван Медведев, телеканал НЕКО+.